Ситуация в автономной республике Крым также ухудшается, имеет место семантические нарушения, большей частью против крымских татар и тех, кто выступал против мартовского референдума. Заместитель председателя Меджлиса Крымских Татар Ахтем Чайгос был помещен под стражу за участие в проукраинской акции протеста год назад. И, кроме того, подвергаются по исследованиям исторические лидеры крымских татар Мустафа Джамилев и бывший председатель Меджлиса Рифат Чубаров не могут возвращаться в Крым. По словам господина Чубарова, имеются серьезные обвинения в отношении попыток нарушить автономию Меджлиса Крымских Татар и заменить руководство пророссийскими кандидатами. Господин председатель, последняя миссия в своем докладе по правам человека говорит о серьезном положении в оккупированном Крыму. Татары, которые были против фальшивого референдума год назад, религиозные меньшинства сталкиваются с запугиванием, похищением и принудительным исчезновением. С момента аннексии Российской Федерации общественное пространство сокращается, фундаментальные свободы слова и собрания притесняются. Все те, кто имеет украинский паспорт, сталкиваются с ограничениями в выполнении своих политических и гражданских прав, ограничиваются доступ к социальным услугам для тех, кто имеет вид на жительство. Из 600 школ, которые вели преподавание полностью на украинском языке, ни одной не осталось. Только 20 школ на полуострове имеют отдельные уроки украинского языка, нарушая права украинцев в Крыму. Религиозные общины также были затронуты. Священники, имамы, представители других общин сталкиваются с угрозами, их угрожают задержать. Место молитвы разрушается. Людей вынуждают брать российское гражданство. Особенно это сказывается на татарах, так как у них другого дома, кроме Крыма, нет. Их лидеров изгоняют из Менчелеса и преследуют. Такие люди, как Мустафа Джиммер и Арифат Чубаров, не смогли вернуться в Крым. Заместитель председателя Ахмед Чигоз был задержан, как и другие активисты. Целый ряд активистов по-прежнему находится в неизвестном месте после их похищения в мае прошлого года. Сын лидера крымских татар Джиммериев остается в задержании в Российской Федерации. Свобода СМИ также нарушается. Вещание украинских каналов и интернет-сайтов было прекращено. Журналистам угрожают, на них нападают. Ведется расследование в отношении газет крымских татар. Несмотря на то, что Россия утверждает об обратном и... Жертвы – это лишь одно из последствий конфликта. Еще одно последствие, о котором мы редко говорим здесь – это продолжающаяся незаконная оккупация и аннексия Крыма постоянным членам соединения безопасности. Крым важен не только потому, что это сохраняющиеся нарушения территориальной целостности суверенного государства, это нарушение, которое было продумано в Москве и которое замаскировано под сфабрикованным референдумом, но такое же может пройти и в других регионах Украины теми, кто уступает за так называемую Новороссию. В февральском докладе ООН о правах человека приводится огромное количество... В среде преследуемых крымские татары, по недавним данным, власти де-факто арестовали Ахтема Чайгуоза, председателя Меджилиса Крымских татар. Его по Российскому уголовному кодексу обвиняют в возбуждении массовых беспорядков в связи с протестом против предстоящей российской оккупации, что вылилось в сопровождение с пророссийскими демонстрантами. Его обвиняют в нарушении российского геннадийства, которое не имело никакой силы на территории Украины в момент протеста. Вчера посадили ОБСЕ по свободе СМИ. Дело в том, что свобода СМИ в Крыму беспрецедентно низкая. Многие блогеры, независимые журналисты в Крыму подвигались нападениям, конфискациям имущества и угрозам. Оккупированная территория, односторонние попытки ее аннексировать и ретроактивные применения российского законодательства против тех, кто выступал против этой аннексии, это уже похоже на Орвала. Все, кто читал доклад ООН, это дополняет список пыток, политических покушений, которые стали частью российских действий. Продолжение следует...